Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Открытый диалог». В связи с прошедшими накануне обильными снегопадами, сегодняшние фирмы решили посвятить уборке придомовых территорий и домов нашего района. Итак, у нас в гостях генеральный директор Люберецкого городского жилищного треста, депутат Совета депутатов города Люберцы, Азизов Мамед Кискиныч. Мамед Кискиныч, здравствуйте! Здравствуйте! Насколько мне известно, в начале 2013 года произошли некие изменения. Жилищный трест принял для себя решение об внесении изменений в ремонте многоэтажных жилых домов. Расскажите, пожалуйста, что это за программа, как она будет реализовываться и какие изменения были внесены? Знаете, мы вообще-то начали про зиму и про снег, да, но чтобы вернуться к нашей общей главной теме, я буквально два слова посижу тому вопросу, который вы мне только что задали. Понимаете, какая ситуация? Я уже тысячу раз говорил, повторюсь, тысячу первый раз. Сегодня жилищный трест уже не знает, какими способами и еще какие методы применять для того, чтобы уменьшить количество долга и количество задолженников по оплате коммунальных и других услуг нашему предприятию, через которые мы рассчитываем над другими нашими смежниками. К сожалению, картина, она, скажем, днем меняется, но я бы не сказал, что в лучшей стороне, или на том же уровне, или есть маленькие передвижки. Вот маленькие передвижки нас не устраивают. В чем она заключается? Я тут, мы каждый год составляем план ремонта, определенных видов ремонта, лечащих клеток, кровель, да, значит, замены трубопроводу, электрохозяйства, даже замены лифтов у нас. В прошлом году мы поменяли несколько лифтов, да, в этом году планируют. И появляется интересная вещь, интересная тенденция. Вот смотрите, ремонт лечащих клеток, да, допустим, смета, все виды работы там, с поштовыми яшками, с межэтажными электрическими шкафами, замены дверц, перилы, плитка, ну все, все, под ключ сделают, 400 тысяч дом стоит, пятиэтажный, допустим, четырехподдержный, да, а долг по домам миллион. Ну, вы мне простите, вот как, вот, с каким настроением и почему мы должны пойти этот дом делать в первом квартале? Мы приняли для себя решение, дорогие, если долг составляет больше 20%, то, извините, мы, у кого нет долгу, возьмем первый квартал, у кого есть долги, последний. Объясню, почему. Может быть, где-то, может быть, законодательно это нигде не регламентировано. Ну, понимаете, какая вещь, ну, мы уже устали действительно применять все методы, объясню, почему. Ведь у нас есть сегодня общественные советы в каждом доме, они абсолютно активные, абсолютно энергичные, они наши помощники. Ну, понимаете, у них есть определенные права, ну, не бывает права без обязанностей, обязанностей без прав. Но права есть, это в том, заключается, теребить нас только, делайте то, делайте это, делайте третий, четвертый, пятый. Вопрос у них, это наша обязанность, и мы сделаем. Но работать с жителями? Обязанность оплатить-то надо. Нет, это мы тут ни при чем сами, ну, так не бывает. Ну, вы простите, у нас никаких судов не хватит, у нас никаких работников не хватит, у нас никаких судебных приставов не хватит. Поэтому мы приняли такое решение, хоть как-то подтолкнуть наших жителей друг к другу, в конце и до концу, чувство стыда должно быть в чем-то у нас. Но хотя бы в этом, во всем уже потеряли, давайте хоть здесь мы восстановим какую-то... Справедливость. Да, справедливость, алиментарно согласен с вами. Я вас понимаю, просто дело в том, что я так понимаю, что когда составляется смета о проводимых работах, то изначально предполагается, что она будет сделана на деньги, то есть эти виды работ будут производиться на деньги жителей этого дома. Но, как вы сами сказали, иногда долг, общий долг дома гораздо превышает... Два раза, два с половиной раза больше. Почему за счет других жителей я должен у вас сделать ремонт? Понимаете, у нас интересно. Поэтому эти вот нововведения, которые, в общем-то, принято руководством трейса, да, коснется порядка 88 домов в этом году. Пожалуйста, у вас есть колоссальный шанс. У нас бывают ситуации. Приходят, да, мы поможем, да, мы восстановим. Я уверяю вас, вот с этой трибуны, что если долг погасится сегодня, завтра мы приступим к работам. Старшие по домам, как правило, знают о том, что их дом является задолжником? Да, конечно. Мы же даем всем списки. Они же не секретно данные. Они есть везде. Пожалуйста, в любом ЖО есть. Покажем дому. Покажем квартире, покажем фамилии, покажем собственнику, покажем муниципальному жилью. Все у нас есть. Берите, поработайте. Ну, понятное дело, понимаете, вот смотрите, какая ситуация. Вот, допустим, два злостных неплательщика. Таких у нас, мы сделали исключение правил. Должны быть все-таки у людей, должны быть исключения. Смотрите, какая ситуация. Вот дом, да, девятиэтажный, шестипобольшой дом. Миллион долга, да, ну, два человека этот долг создал. Есть у нас должники по 500 тысяч. Конечно, мы же не можем наказать 200 квартир из-за двух. Понятно, там сделаем ремонт. Мы будем индивидуально подходить. Это не значит, завтра с дня все прекращаем, ничего подобного. Поэтому здесь и для людей будет какое-то, в общем-то, общественное дело совместно с нами. И для нас, и для всех хорошо. Я не вижу здесь особых проблем. Я опять-таки повторюсь, это не догма, это не аптекарские весы. Мы найдем применение, найдем пути совместного решения этих вопросов. То есть, наверное, мы сейчас можем обратиться к нашим телезрителям и сказать, что пересмотрите квитанции по оплате коммунальных платежей, пообщайте с своими соседями, если хотите, чтобы в вашем доме продолжались производиться ремонтные работы. Абсолютно согласен. Я хочу, чтобы меня поняли правильно, поймите правильно, но не бывает так, что 400 тысяч смета, все виды работы, которые вы ждали, заслуженно ждали, которые вы хотите, вы требуете, а миллион с лишним долг по дому. Ну, это получается, что 800 тысяч я должен снять с другого дома. Простите, там такие же жители, там такие же люди, они тоже хотят то же самое. Ну, почему ваш дом за их счет? Поэтому вот это мы допускать не можем. Вот и все. Просьба, обращайтесь к соседям, почаще общайтесь, ну, призовите их справедливость, к стыду, к чему угодно. Пригласите их прийти в ЛГЖТ, здесь есть отдел по работе с должниками, который всегда войдет в положение и примет верные решения. Абсолютно правильно. Мамит Кискиныч, насколько мне известно, ремонтные работы и уборка территории проводятся не только внутри домов, но и на придомовых территориях. В зимний период, как правило, мешают проведению этих работ припаркованные автомобили. Расскажите, пожалуйста, как это влияет на эту ситуацию? Вообще, затруднено ли в последнее время убирать улицы из-за того, что там много машин? Да нет, ну, зрители, да и вы тоже, как горожане, лучше меня знать. Конечно, это бич. Вы понимаете, какая ситуация. Вот обидно, что стоит годами. Некоторые рады, что мы их вывозим. У нас есть договор с соответствующей фирмой, да. Мы соблюдаем все нормы и правила закона. Это предупреждение, это фотография, это акт, составляем совместность с участком. Все, что нужно, я сейчас не буду перечислять, да. Потом только начинаем вывозить. Бывает, что люди счастливы, что это же деньги стоит вывезти, да, бесплатно мы вывозим. Да, мы, правда, с фирмы заключаем договор, какие-то, ну, тысячи, тысячи рублей нам приходится вывоза одной машины. А кто-то начинает, я хозяин. Ну, где же вы были? Вы поймите, вы же не только себе мешаете. Мы не можем нормально убраться двор. Мы не можем запустить туда технику для очистки. Ну, взять, мучить людей, которых и так не хватает дворники, да. Да, бедных гастарбайтеров, мы уже как только не издеваемся над ними. Я это официально говорю, потому что действительно, да. И еще это. Тут же, понятно, это неудобство. Мы приняли решение уже три года успешно применяем. К сожалению, их появляется больше и больше. Но мне еще больше всего возмущает то, что московские номера. Почему-то Москва считает, что мы, вот такой регион любятся, да, здесь можно оставить их на машине и уйти. Какого-то родственника, я не знаю, друга, товарища, свата. Мы боремся и будем бороться. И, ну, теперь, понимаете, вот как депутат, как гражданин скажу, да, не только во дворах. Посмотрите улицу, допустим, Юбилейная. Там две фуры стоят, уже, я не знаю, сколько времени, на шоссейной стоят, да, на Кирову стоят. Ну, это разве нормально, это разве хорошо? Мамед Кискинич, это вообще какой-то общий бич нашего времени, потому что совсем недавно снимали сюжет о том, как на улице Льва Толстого, около дома 16, произошло возгорание в одной из квартир, и не смогли подъехать сотрудники пожарной службы в связи с тем, что был заставлен проезд, и, в общем, меры вовремя не были приняты. Абсолютно согласен, Толстого 15 дом, я не говорю уже о том, что и скорая не может подъехать, и пожарная, но должны быть общие отношения ко всему, что вокруг нас, должна быть общая культура поведения людей, неважно, автолюбитель ты, просто человек, но, к сожалению, вот видите, вот два вопроса, два ответа, и везде боль жилищно-эксплуатуривающая организация о том, что люди не всегда себе проявляют случаи стороны, которые создают удобство для себя же, для массы других людей. Мамед Кискиныч, но несмотря на те неудобства и те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, я знаю, что вы продолжаете делать благие дела. Да. Ни для кого не секрет, что в зимнее время года во всех дворовых территориях появляются так называемые хоккейные коробки и заливаются лед. Скажите, пожалуйста, сколько подобных зон отдыха для детей и взрослых было организовано в этом году, и вообще, насколько сложно идет эта работа, потому что это все-таки ежедневный труд, за этим надо следить, там должно быть специальное освещение, и вообще сложно ли это соорудить? Ну, если захотеть, сложно ничего нету, понимаете, в принципе, эти работы делаются специализированными организациями, учитывая, что у нас ограничены финансы, и вот своими людьми мы в этом году жилищный трест залил и эксплуатируют 17 катков. У нас главой района поставлены задачи города 30 за два года, вот если первый год 17, то я надеюсь, в следующем году мы 13 еще дозальем, вопросов не будет. Ну, понимаете, какая штука, вот я вам честно скажу, есть на Волковской вот такая коробка со льдом, что вы думаете, ломом в нескольких местах, я говорю, как будто на рубалку люди съездили, и такой есть. Ну, это нас не пугает ничего, люди мы разные, вот, сделали дырки там, для чего, не знаю, может, что-то искал. Вот, и в течение, где-то у нас есть музыка стояла, где-то, если возможность, есть техника позволяет, везде освещено. Ну, сейчас люди скажут, а вот у нас не освещено, может, какое-то время лампочка имеет свойство, сгорит, мы меняем, да, сгорат. Поэтому 17 катков, работы, конечно, слава богу, эта зима такая была стабильно холодная, у нас особых проблем не было. Ну, от снега очищаем, от всевозможных помарок, вы видели многие стены, да, уважаемые наши молодежи, одни там катаются, а другие рисуют, красим, да. Ну, и помимо этого, вот, хотел бы чуть-чуть дополнить ваш вопрос, мы несколько горок сделали. Они были такие, может, примитивные, но очень много детворы на них было, из снега, его возит, это же тоже деньги стоит, да. Мы сделали из горок тоже впервые, вот, в прошлом году, в этом году, и довольно-таки большим успехом пользуются у нашей детворы, этой горки. Будем продолжать, будем нарашивать, ну, единственное, я хотел бы отметить, в этом году, как никогда, вот, за 100 лет впервые выпало столько снега. Я, конечно, извиняюсь перед жителями и хочу приносить свои извинения за то, что месячную норму невозможно убрать за сутки. Я надеюсь, многие нас понимали, но вот буквально эта передышка трех дней дала нам возможность максимально очиститься. Поэтому спасибо, что отнеслись с пониманием. Нас по этому поводу собирал глава города, если вы помните, провозил по городу, показывал хорошие места, плохие. Проблемы были, ошибки были, упущения были. Мы за эти дни, три дня все наверстали, надеемся, что, ну, на всю волю Божию, как говорят, таких снегопадов не будет. Кому-то это хорошо, кому-то плохо. Я думаю, что справимся, все будет нормально. Расскажите, пожалуйста, будет ли, в каких домах в этом году будет проводиться капитальный ремонт жилых помещений и вообще, насколько это затратно? То есть, это даже не косметический ремонт, это, в общем-то, что входит в капитальный ремонт? Нет, ну, капитальный ремонт, понимаете, это вот стопроцентная замена чего-то. Да, ну, вот мы начали с того проводу, это есть капитальный ремонт, да, кроли, замена стопроцентная, капитальный ремонт, да, и заменили весь лифт, допустим, да, хотя она, может быть, не совсем входит в систему капитальный ремонт, но, тем не менее, мы практикуем тоже капитальный ремонт, да, и так далее, и так далее. Ну, вот, люди же платят за капитальный ремонт, сегодня, все знают, что это около рубля за квадратный метр, да, но не будем говорить рубль, там, 0,7, вот, российские федерации, по постановлению правительства принято постановление о вызывании квартплаты с 2014 года, ну, они еще не решили, то ли с 1 января, то ли с 1 июля, от 5 до 10 рублей за квадратный метр, и сегодня рубль. Значит, это что означает, почему от 5 до 10? Субъект федерации сам примет решение, 5, 7, 8, вот, сегодня это рубль, да, и ежемесячно мы на нашем сайте за этот рубль отчитываемся, какой дом, вид работы, какие объемы, все у нас есть, поэтому сегодня сказать, какие дома, даже жители наши больше меня знают, на каких домах они уже информированы, у кого что будет сделано, поэтому тут у нас секретов нету, и в каждом ЖЭУ эти информации, не все могут обратиться, у нас есть, допустим, люди по приклону возраста, которые не могут понять, что такое сайт, что такое интернет, они могут зайти в ЖЭУ, могут зайти к нам, у нас вся информация есть, пожалуйста, просто ознакомиться, это не секретная информация. Также я знаю, что есть программа некого софинансирования, то есть жители домов, тех домов, которые не вошли в программу капитального ремонта, могут обратиться в Трест для того, чтобы и подать заявление о том, что они бы хотели видеть у себя некие виды работ, но в это время они готовы вступить, можно так сказать, и в какую-то часть внести денежных средств. Понятно. Вы говорите в идеале и согласно законодательству, ЖК. На самом деле такого нету, я считаю, сегодня в конце социально-экономических положений наших жителей, у нас не хватает смелости исполнить эти законы. Почему? Да потому что вы можете себе представить сегодня, да, мы пойдем по домам собирать дополнительные платежи, я себе не представляю. И я считаю, что это сегодня невозможно, во всем случае в нашем жилом фонде, в нашем городе. Может в Москве, может в такие районы, как Рублево, какие-то такие Кутузовские, там можно. У нас же контингент своеобразный, а мы не можем себе позволить сегодня пойти еще с протянутой рукой на основании закона собрать дополнительные деньги. Могу привести, если вы дадите возможность, буквально маленький пример. Допустим, лифт, да, по законодательству 25 лет. Дальше надо менять, и за счет кого? За счет собственников. А вы представляете, зайти в каждую квартиру, брат, по 40-50 тысяч. Я не представляю. Поэтому мы не можем сегодня это применить. Мы даже сегодня, ЖК не исполняем еще один закон. Но мы там уходим из ситуации, как-то выкручиваемся. На что, кстати, президент недавно в своем выступлении на заседании правительства указывал, что это за общие домовые нужды. Есть счетчики, там некоторые дома перерасходят. Мы перекрываем, мы должны доначислять. Вы можете представить, что жителям доначислять еще какие-то деньги. Мы это не можем собрать. О каких дополнительных сборах может идти речь? Конечно, пока мы не можем в этом плане исполнить закон в том виде, который написан в федеральных законах. Что касаемо лифтов, действительно, в нашем городе много очень старых лифтов. Это очень затратная процедура смены. Но все-таки будут ли в этом году производиться подобные работы? И как жители реагируют? Потому что помимо того, что это очень дорого стоит, это еще и требует практически капитального ремонта в доме. Потому что меняется буквально все. Начиная от подвала, помещения и заканчивая каждым этажом. Ну да, там же есть понятие лифтовой шахты, чердачное помещение. Понимаете, какая штука? В прошлом году поменять 12 лифтов. Мы ни с кого рубля не собрали. Это есть понятие прибыли, за счет прибыли, за счет тех денег, которые мы собираем, жителей. Ну, за счет экономии. Много факторов. В этом году мы планируем 9. Объясню, почему. А если вообще, если таким темпом мы поменяем, то через 15-10 лет надо будет все лифты останавливать. Объясню. 25 лет, я вот только что говорил, срок службы. До 32 лет еще можно продлить за счет осмотров, обходов. Дальше же лифт должен быть остановлен. У нас таких 70 лифтов в городе. В следующем году будет 100. Это же прогрессия такая, не совсем хорошая. Она же увеличивается. Мы стареем, нефты стареют, изначиваются оборудования. Так вот, мы вышли сейчас с предложением, да, и Трест, и Совет депутатов, чтобы эту ситуацию как-то разрулить. Будем в областную думу. Вещание Совета депутатов города любится есть. На основании нашего обращения в Логерстей, о том, чтобы финансировали определенный час через областной бюджет, как было раньше. У нас же порядка 300 лифтов мы поменяли лет пять назад, отсюда областной бюджета. Ни один городской бюджет, ни одна управляющая компания не осилит. И ни один житель не осилит 100% замене лифтов. Это действительно очень затратный механизм. Могу сказать, 9-этажный лифт, один по 10, стоит 1 миллион 700, 1 миллион 800. Представляете, какие деньги. Поэтому мы надеемся, уже, правда, область нам сказала, да, данные мы дали. Мы надеемся, что софинансирование областного бюджета, городского и жителей. Жители здесь, чтобы не пугались, тем ветеранам, тем достойным людям, тем социально незащищенным. Максимальный жилищный средств найдет все средства, чтобы помочь людям. Не затрагивать, это только горячим. Это, ну, по моим, по нашим подсчетам, это с каждой квартиры, я сейчас не хочу сказать, до 15 тысяч. Это, ну, сейчас люди считают, поэтому тут надо радоваться, потому что все-таки новое есть новое. Но и, понятное дело, это неудобство определенное в течение месяца, это лифт останавливается, люди ходят пешком. Поэтому многие факторы здесь... Но за тот долгие годы этот перевозчик будет вводить вас, ваших детей и, возможно, даже внуков. Да, это же безопасность. Самое главное, это безопасность, это жизнь людей, понимаете, это тут уже, как говорится, не до денег. Мамед Кискинович, с каждым годом уровень жизни нашего населения растет, вместе с этим растет повышение, повышаются тарифы, в том числе и тарифы ЖКХ. Скажите, пожалуйста, в этом году произойдут ли какие-то изменения для жителей города Люберцы согласно тарифам ЖКХ и насколько повысится оплата воды и газа? Да, ну, я не знаю, как вы, средства массовой информации, определяете повышение уровня жизни жителей. Я, как жилищник, вам должен сказать, что мы это чувствуем на себе. В чем оно выражается? В количестве холодильников выброшенных, газовых плит, производящих, ремонтов. Они же все оказываются от тех контейнерных площадок, которые мы обслуживаем. Что касается повышения тарифов, да, конечно, это тенденция, я бы сказал, общероссийская, я не знаю, мировая, не мировая. Есть инфляция, есть повышение цен монополистов по газу, электроэнергии. Что касается наших с вами, вода, прогнозы показателей до 7%, да, горячее водоснабжение до 10-11%, значит, отопление до 9%, а вот наша деятельность, которая осуществляет жилищный интервью, до 5-5,5%. Как вы заметили, самым минимальным будет наша с вами деятельность, тем, чем жилищный интервью занимается. Оно, понимаете, мы вот так подсчитали свою экономику, что сегодня на фоне того, чтобы вот то, что я назвал, и тут как повысит газ, я не знаю, это монополисты, они как хотят, так и повышают, насколько, как специалист в области жилищно-коммунального хозяйства, я слышал прогноз показателей 15%. Понимаете, ситуация какая? Вот все, что здесь, на муниципальном уровне, мы загнаны в рамки, и правильно, и нечего больше повышать, откуда у людей столько денег. Что касается федеральных структур, которые утверждают монополизм, там меньше 10 не бывает, 12-15. Вот это, к сожалению, есть фактор, который в общем итоге, когда строчка квартплаты, и когда, как вот, жилищный сборщик квартплаты на нас отражает, вот, такие-сякие, к сожалению, мы не принимаем решения. От многих, вот, только одна позиция зависит от нас, которая до пяти, все остальное пять и выше, зависит не от нас, это уже другие люди принимают решения. Я в пользу случаям обращаюсь к нашим телезрителям, приходите к нам на работу, у нас есть вакансии, нам нужны рабочие, нам нужны ИТР, у нас интересная работа, у нас действительно работают, да, людей творческих, нам нужны ИТР, нам нужно разность писать, приходите, и с удовольствием мы вас ждем. Мамит Кискинович, ну, на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить наш эфир. Желаю вам успехов во всех делах, которые запланировали на 2013 год, новых сотрудников и хорошего настроения. Большое спасибо, что нашли время сойти к нам в студию. Спасибо, спасибо, спасибо. Нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был Адизов Мамит Кискинович, генеральный директор Люберецкого городского жилищного треста, депутат Совета депутатов города Люберцы. Вы смотрели программу «Открытый диалог», всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...